Зоя Павловна Смирнова Зоя Павловна Смирнова – человек удивительной судьбы. Она была ребенком, когда началась Великая Отечественная война. В меру своих сил участвовала в работе комсомольского антифашистского подполья в Бресте. Выполняла задание матери, которая была одним из организаторов сопротивления, а также секретарем подпольного горкома партии. Через всю войну Зоя Павловна прошла вместе с куклой, о которой она может рассказывать часами. Все не просто так. Я не знаю, можно ли героем назвать куклу. Вот мою куклу можно. Понимаете? Мне ее подарили еще до войны, в 40-м году, когда мне было всего 7 лет, исполнилось в 41-м, а там был еще только 40-й год. Почему я говорю, что это она героиня? Потому что она спасла жизнь не только мне, она спасла жизнь моей семье, спасла жизнь подпольщикам города. Маме нужно было, она ходила в партизанский отряд, и ей нужно было передать в партизаны два нагана, бинокль, махорка, белье нательное для партизанов. Если мама бы понесла, ну, конечно, ей было опасно это сделать. Она решила, что я могу выполнить это поручение, потому что я знала явку, куда надо было нести. Я знала, как себя вести. Мама мне сказала, только если случится, что тебя остановят, только не говори свою фамилию. Идти было не очень далеко, если Брест, вообще небольшой город. Но, в принципе, конечно, я знала дорогу, и я шла спокойно. И вдруг я вижу на другой стороне мужчина. В польской одежде мы это называли, потому что у них были такие, с большими карманами пиджаки и так далее. И вдруг появляется немец. Поляк переходит на мою сторону и чего-то говорит немцу. Они подходят ко мне, и поляк говорит, что тут есть по-польски. Что здесь, да? Что там, да. Я знала хорошо польский язык, показывая на корзинку. И опять я поняла, что тут есть. Он спрашивает тоже, что тут есть. Я говорю, иду играть до девчинки. К девочке иду играть. Они там что-то поговорили. Ну, и я разревелась. Ну, видно, теленок уже не хватало. Разревелась. Они опять что-то там посудачили. И я думаю, ну что мне делать? Если они копнут корзину, значит, все, я предам всех. Потому что я не сделаю это специально. Но я боялась, что я могу не выдержать. Я достаю эту куклу из корзинки и подаю ему. Говорю, лялька, иду играть. И вот я до сих пор думаю, а может, у него тоже были дети. Может, он понял это чувство, вот такое детское, к этой кукле. И он меня как-то так отстранил. И шнель, чтобы я уходила. А у меня есть все-все-все-все-все. Они даже такие ноги так трясутся, как будто бы пробило их шнель. Не могу двинуться. И они ушли. Зоя Павловна, это действительно удивительная история, настоящее чудо. Но ведь вы в своей книге описали и этот случай, и другие, верно? Да. Расскажите, пожалуйста, о своей книге. Когда возникла идея ее написать? Как долго вы ее писали? Вот чем она ценна для читателя? Расскажите, пожалуйста. Я считаю, что о войне надо рассказывать. Причем рассказывать честно. Не надо преувеличивать. Вот я написала эти книги. Я, ну, честно вам говорю, совсем не приврала ничего. Потому что не надо было врать. Я все это пережила. Мама Зои Смирновой на основе своих воспоминаний о белорусском подполье и партизанском движении написала книгу. Зоя Павловна дополнила ее. Она писала и писала. Она не редактировала. Никто не редактировал. И я, когда читала, я чувствовала, что мама рассказывает со своих позиций. А то, что как ребенок я делала, она об этом не говорила. Да. И я решила, бумажки я писала. А вот это, вот это, вот это, вот это не сказано. И посмотрела, и у меня в конце концов получилась вот эта книга. Зоя Павловна была организатором встречи детей-подпольщиков уже после окончания Великой Отечественной войны. Это событие подтолкнуло к написанию еще одной книги. Эту книгу я написала, когда, после того, как прошла эта встреча детей-подпольщиков. И вот здесь у меня очень много фотографий, много рассказов о тех подпольщиках, о тех детях, которые тоже выполняли отдельные задания своих родителей. С 1958 года Зоя Павловна живет в Химках. Большое внимание уделяет воспитанию подрастающего поколения. Посетила почти все школы округа. В беседе с ребятами Зоя Смирнова рассказывала о своем тяжелом военном детстве. Эти истории пропитаны трагизмом, но еще больше – любовью к своей родине. На таких уроках случались трогательные моменты. Зоя Павловна восхищает своих родителей. Несмотря на все испытания, выпавшие на ее долю, она осталась добрым и светлым человеком с горящими глазами. За деятельность в те годы ей присвоили звание «Участник Великой Отечественной войны». А дизайнеры программы «Модный приговор» шили одинаковые платья для нее и ее любимой куклы Светланы. Наш герой – герой Химок Зоя Павловна Смирнова. Пример стойкости, мужества и безграничной любви к своей родине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова